Сейчас я бы хотел проанализировать сказку о рыбаке и рыбке, сказку Александра Сергеевича Пушкина. На какие мысли эта сказка меня натолкнула? Первая мысль. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Так сказка начинается. Можно сказать о том, что любовь побеждает всё. Любовь побеждает бедность, побеждает взлёты и падения. Самое главное это любовь, самое главное быть вместе. Вместе можно пережить всё. И богатство, и бедность. Вторая мысль. Пушкин предсказал здесь появление общества потребления. Потому что вот старуха, ей всегда всего мало. И она хочет больше и больше и больше. И мы видим, что потребление не делает человека счастливым. Она не может остановиться. Постоянно потребляет. Третье. О чём я подумал. Ну да, все свои общества поражены главным пороком. И этот порок жадность. Порок капиталистического общества. Это жадность. Жадность человека делает несчастным. И с этим очень трудно что-то сделать с жадностью. Жадность, алчность. И мы видим в конце концов, что, чем оборачивается эта жадность. Поэтому, я думаю, что общество должно способствовать, общество, государство, вообще, какие-то здоровые силы должны способствовать тому, чтобы люди становились щедрыми. Ну вот есть эта налоговая система, уже хорошо. И эта система перераспределения денег. Потому что, ну я рассказывал, за счёт чего люди богатеют, за счёт кого. За счёт своих работников. За счёт того, что они, вот эти работодатели, платят маленькую зарплату людям. Вот и всё. Дальше. Банкиры вообще на ренте, да? Следующая мысль. Следующая мысль. Не бойтесь просить. Не бойтесь просить. Вот бабка не побоялась попросить. у деда, дед у рыбки. Просите, и вы получите. Мир – это изобилие. Всё, что вы хотите, вы получаете. Вот сила мысли. Желания исполняются чудесным образом. Можно прожить всю жизнь, а потом на вас свалится, прольётся золотой дождь. И так бывает, как было с бабкой. И поэтому никогда не надо терять оптимизма. И вера в лучшее, вера в хорошее. И бабка на пенсии-то она и зажила. Хорошо. Дальше. Отношения между бабкой и дедом. Бабка расходовала всё, что получала от рыбки и не была довольна. То есть, как бы, ну, как расходовала. Она осталась ни с чем. Получая, получив всё, осталась ни с чем. То есть, можно сказать, что у неё не было финансовой грамотности. она же не инвестировала деньги куда-нибудь, не ну, и так далее. Она просто тратила, просто потребляла. Поэтому с деньгами и с богатствами нужно уметь обращаться. Нужно уметь обращаться. Чтобы не пустить их в распыл. И, наконец, наконец, отношения. А что, если бы дед инвестировал это всё в себя? Не для бабки бы делал это, а для себя. Возможно, тогда бабка любила бы деда, не относилась бы к нему как к средству, ценила бы его. И так, в любых отношениях, когда мы кого-то любим, мы видим уникальность этого человека. мы ценим этого человека, которого любим. И часто мы забываем про нашу собственную уникальность и ценность. Человек всё отдаёт другому и остаётся ни с чем. И это не ценится. И бабка считает деда кем? дурачиной простофилией. То же самое часто такое встречается. Женщины не ценят мужчин, которые угождают инвестировать в себя прежде всего. Прежде всего в себя инвестировать. Вот такие я такой мой анализ. такой мой анализ. Ну а рыбка представляет собой вселенную, которая может всё, которая нас слышит, она и живёт в этом море огромном и вселенная выполняет наши желания. В конце концов, с чем остаётся бабка? Она остаётся ни с чем у разбитого корыта. Можно сказать, что мы приходим в этот мир ни с чем и уходим из этого мира ни с чем тоже. Поэтому вот между нашим рождением и смертью вот этот отрезок времени нужно наполнить чем? Работы интересные. Вот они работали. Дедушка рыбачил, бабушка тоже чем-то занималась. Прила свою пряжу. Прила свою пряжу. Значит, найти дело любимое. Раз. Жизнь это дело, это активность. Второе. Жизнь это что у нас? отношения с людьми. Обязательно выстраивать отношения. Третье. Так или иначе за свою жизнь люди что-то накапливают. Но не нужно к этому привязываться, потому что все равно собой это не заберешь. Поэтому использовать то, что вам дано во благо себе и другим. Вот бабку погубил что? Эгоизм. Эгоизм погубил ее. Так что не быть эгоистами. Вот еще какой урок можно извлечь. и пользоваться тем, что жизнь дает. Бабка пользовалась этим. Старуха пользовалась. Добивалась своего. А дед не пользовался этим всем. Бабка все-таки прожила какую-то более интересную жизнь, чем дедушка, чем старик. Старуха прожила более интересную жизнь, чем старик. Она и крестьянкой побыла, и дворянкой столбовую, насладилась. насладилась всеми прелестями жизни. Поэтому наслаждайтесь жизнью и вольной царицей. Поэтому наслаждайтесь жизнью и радуйтесь жизни. Берите от жизни все. Не ограничивайте себя. И при этом помните, что жизнь конечна, что ничего вы не унесете. Я думаю, что то, что у них осталось, это отношения, любовь. Любовь, наверное, каждый по-своему любил. старуха по-своему старика любила, с которым прожила всю жизнь. А старик по-своему любил старуху. Так что главная любовь и помните об этом. Все проходит, все уходит, эгоизм, жадность, амбиции. Амбиции у старухи тоже были, да. Но в конце концов остается самое главное. Это вот и что самое главное? Это люди, люди, это близкие люди остаются. Вот такой вывод. Поэтому цените тех, кто рядом с вами, тех, кто вас любит. Это и есть самое главное богатство. Спасибо.